Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня по вашим просьбам мы смотрим состояние лоз, как они начинают вызревать на нашем винограднике. Но прежде чем мы пойдем смотреть, мне бы хотелось озвучить несколько важных моментов. Периодически я слышу нарекания на какие-то сорта, что вот там плохо зреет лоза. Конечно, степень созревания лозы это в определенной мере сортовая особенность. Но на вызревание этих самых лоз еще действует огромное множество факторов. И на большинство из этих факторов мы в виноградаре, конечно же, можем повлиять. Теперь я озвучу эти факторы. Первое. Если вы перекормили ваш куст, дали слишком много азотного удобрения, то, конечно, он и не собирается вызревать, потому что ему очень много такой еды, он расходует, наращивает зеленую массу, и о вызревании речи не идет. Я вам даже потом покажу конкретный пример. Мы сами с этим столкнулись, но так получилось. Если стоит совсем жаркая, сухая погода и почва тоже совсем сухая, то виноградная лоза будет хорошо вызревать. Если же у нас наоборот идут дожди, либо мы сильно поливаем, то вызревание лозы будет задерживаться. Но я вам оговаривала этот момент в видео про созревание. Я оставлю на него ссылку. Немножечко здесь повторюсь. Если у нас куст плодоносящий и стояла долго жаркая, сухая погода, и мы знаем, что впереди дожди, то, конечно, тут нам нужен определенный баланс, в том числе и поливы, для того, чтобы не треснула ягода. Потому что водный режим влияет в том числе и на ягоду. И еще один момент – это, конечно же, нагрузка. Перегруженный куст тоже думает не о том, чтобы вызрела лоза, а о том, чтобы созрела ягода. И даже не сама ягода, а семечка. Потому что ему основная задача растения – размножиться. А перенесет он дальше зимой, либо не перенесет, в принципе, его это не совсем волнует. Ну и, конечно, часто вопрос вызревания лоз возникает у молоденьких кустиков, потому что очень сложно подобрать вот этот баланс кормежки. Где-то мы чуть перекормили, где-то еще что-то пошло не так. То есть в первые годы с очень многими сортами такая проблема есть. Потом, когда начинается урожай, как-то все это уравновешивается. И проблема вызревания лоз уже больше не проблема. Но про плодоносящие кусты я вам уже сказала. Если они перекормлены, либо перегружены, либо все вместе, то, конечно, там вызревание лоз тоже будет плохое. И на эти факторы виноградарь как раз-таки может повлиять. Ну и, кроме того, наличие калия и фосфора – это те элементы, которые очень сильно способствуют вызреванию виноградных лоз. Соответственно, если они у вас в почве, например, есть, лоза будет вызревать. Если их в почве нет, то вызревание может в определенной степени задерживаться. И еще один момент, который я бы хотела озвучить, прежде чем мы пойдем по винограднику. В этом году, в этом сезоне я все лозы, за исключением зилги, два раза прошлась монофосфатом калия по листу. Первая дозировка 40 грамм на 10 литров, вторая дозировка 50, то есть чуть-чуть увеличила. Почему я это сделала со всеми сортами? Хотя я из года в год говорю, что вот у этого сорта хорошо вызревает лоза, вот у этого сорта хорошо вызревает лоза. Дело в том, что и калий, и фосфор очень сильно выносятся с виноградником. Я однажды озвучивала цифру, что, например, с тонной ягоды порядка 5-7 килограмм калия уходит. Соответственно, вы можете рассчитать на 10 килограмм, на 20. Некоторые мои кусты могут и по 30, и по 40 килограмм ягод давать. Соответственно, мы это забрали, а назад не факт, что восполнили. Лист тоже частично уносит. Лоза сама, которую мы обрезаем, тоже уносит часть вот этих элементов. И, конечно же, их надо восполнять. Тем более, что почва у нас здесь песок, совсем песок, можно сказать, строительный. Через него все проходит как искусит, и ничего не задерживается. Поэтому, конечно же, надо было растениям помочь. В этом году я решила, что все-таки чуть-чуть я их поддержу. Тем более, что у них был в начале сезона стресс сильный. Была очень сильно бита лоза. Некоторые лозы мне приходилось, они были перебиты на уровне метра. Мне приходилось их обрезать. Соответственно, огромный рост пасынков, потому что это начало сезона. То есть, в этом случае растениям надо было помочь. Тем не менее, мы пойдем посмотрим, что происходит. И еще покажу вам один момент, на который нужно обратить внимание. Забыла озвучить, на календаре у нас 15 августа. То есть, у нас еще как минимум месяц до морозов. Ну, это такой очень минимум. А на самом деле, может быть и гораздо больше. Мы надеемся на теплую, хорошую осень. Так что времени у нас еще предостаточно. А теперь, смотрите, это куст Турана. Дело в том, что Туран по осени дает очень сильную красную окраску листьев. Это даже его такой сортовой признак. И в прошлом году, честно говоря, я даже немножко сомневалась, Туран ли у меня это. Потому что листья у меня не были сильно красными. У них только вот чуть-чуть по листовой поверхности, как будто вот кто-то блесточки красненькие насыпал. Буквально немножко. То есть, очень яркой окраски не было. Потом я почитала, что из-за того, сколько в почве фосфора. То есть, если фосфора мало, Туран будет очень красным. Если фосфора много, значит, все хорошо. В прошлом году кустик был молоденький. Конечно, я ему помогала монофосфатом. Я его кормила. И поэтому листик был такой слабо красненький. А теперь смотрите, что мы видим. Вот эти красные пятна. Вообще, покраснение листьев может давать недостаток калия, недостаток магния и недостаток фосфора. И в зависимости от того, как идут эти покраснения, можно определить. Я потом покажу вам еще классический пример недостатка фосфора. И смотрите, если у нас вот там совсем нижний листик, возле гроздочки пришлось от осу спрятать, что осы уже Туран подъедают. Достаточно сладкий. То есть, если вот такие нижние листья начинают краснеть. Ну, это не страшно. Это самые нижние листья. Им уже пора, как говорится, завершить свою работу. Но мы поднимаемся выше и поднимаемся еще выше. Вот это вот приблизительно на метре. Раз и два. И дальше. Что растение говорит мне? То, что ему чего-то не хватает. Оно само мне подсказывает. И все, что мне нужно, это просто прислушаться. Если вот такое мы увидели сейчас, в августе, то самое время растению помочь. Я даже это снимала, но при монтаже в предыдущее видео о возревании лозы не вошло, забыла я вставить этот кусочек. Поэтому показываю сейчас. Вот, смотрите, вот здесь просто ярчайший пример именно недостатка фосфора. Вот такие листики. Соответственно, что мне нужно сделать? Мне, конечно же, надо его растению дать. Растение его просит. Фосфор, калий способствуют возреванию лоз. Монофосфат. Это то вещество, которое мы как раз таки используем для ускорения возревания виноградной лозы. Ну и теперь пойдем смотреть конкретно по сортам. Первая зилга. Ну, как видите, вот там уже такие хорошо коричневые лозы. Вот здесь тоже хорошо видно. Ну, для нее это как раз таки сортовая особенность. Вообще у всех припалтов лоза зреет замечательно. Вот второй куст более нагруженный. Ну, конечно, здесь чуть-чуть меньше возревания лоз. Вот прямо самая коричневая лоза. А сбоку, видите, такие более зеленоватые. Напомню, тут нагрузка больше 80 побегов. То есть куст нагружен. Но это хороший взрослый старый куст. Поэтому он может это тянуть. Ну, в любом случае, все кусты у меня так или иначе подкармливаются. И здесь у нас Аладин и Запорожский. Ну, и тоже вот эта лоза Запорожского. Процессы начинаются. Аладины тоже немножко начинаются. Но они достаточно сильно пострадали. Причем у Запорожского было очень много гроздей отбито. К сожалению, и следовательно, и в рост он очень сильно пошел. Я потом покажу верхушки. Но, тем не менее, процесс начинается. Вот смотрите, какие там верхушки. И чеканятся, и чеканятся. Ну, потому что так получилось. У лора уже пошли лозы желтеть. То есть, каждая лоза, каждый сорт, он немножко по-разному идет. Вот это вот возревание. То есть, кого-то сначала желтеет, а кого-то снизу коричневеет. Ну, вот здесь видно, что вот лозоньки пошли уже такие желтенькие. Немножко жирующий реформ. Почему жирующий слабоватый? А тут ему нагрузка доставлена. Буквально немножечко побегов. Он убирается с этого участка. А на другом посажено несколько кустов. Вот видите, лозы какие толстые. И вот видно. Вот из-за солнышка плоховато вам видно. Но тоже уже процессы идут. Вот, может быть, выше я поднимусь. Здесь будет видно. Да, здесь видно, что лоза такая вот сравнится. Даже вот эта более зелененькая. Несмотря на красный цвет в лозе. Вот эта более зеленая. А вот эта уже такая идет с желтеньким. Ну, здесь видно тоже она с желтеньким. У преображения процесс потихонечку начинается. У Симоне тоже видите какие лозы. И как раз вот эту банку вам показывала. Воздушная отводка. Ну, а эту красоту хочу показать вам издалека от осени. Кое-где оставлено по две грозди на побег. Я думаю, что грозди по килограмму здесь должны быть. Вот там тоже. Висит такая красота. То есть здесь очень хорошая нагрузка. Ну, здесь и куст очень сильный, очень мощный. И хорошо покормлен. Сейчас, может быть, за счет того, что солнце светит практически на нас. Не особо видно. Очень темный лист. По осени мы здесь под кустиками положили навоз перепревший. И вот это дало такой эффект мощного, хорошего роста. Причем побеги, они не жирущие. Они тоже уже идут на вызревание. Вот здесь вот видно. Понятно, что это еще только начальная стадия. Но, тем не менее. И при этом вот такая вот очень хорошая нагрузка. Армани лоза. Тоже вот такая она. Начинающая желтеть. Начальная стадия процесса. У Марии Магдалены некоторые лозы. Видите, чуть-чуть начинает желтеть. Притом вот то, о чем я говорила. Она просит. Говорит, что не очень мне хорошо. Помогите. Причем Мария Магдалена кусту третий год. В прошлом году он дал уже сигнальный урожай. И в прошлом году лоза вызрела на всю длину. Я думаю, что в этом все будет замечательно. Еще время ранее. Еще времени у нее более чем достаточно. Ядвига Гайлюнаса. Пока лозы зеленые. А вот рядышком синие ягодки. Это ханка. И у ханки уже начинает лоза немножечко желтеть. Вот это у нас галант. Но у галанта еще лоза зеленая совсем. Тоже кто-то мне спрашивал, что у вода. Говорят, что у галанта плохо вызревает лоза. У галанта есть одна очень интересная особенность. У него лоза совсем светлая при вызревании. И в прошлом году мы, честно говоря, думали, что она не вызрела. То есть у нас с ним были проблемы с вызреванием лозы. Но теперь рассказываю почему. Дело в том, что поскольку участок у нас небольшой, на этом месте была компостная яма. И, соответственно, очень-очень много питания. Туда галант был посажен. И замечательно стал расти. Более чем замечательно. И получилось как. Он очень замечательно рос. Можно сказать, жировал. А в тот год пришли ранее заморозки. 23 сентября у нас уже прихватил морозец. Тогда, на самом деле, много лозы не вызрело в тот год. Соответственно, вот, хватануло. Пошел практически от корня. А корней было много, сильных, хороших. И в прошлом году тоже он жировал. Вот даже там, видно, обрезка была на рожки. Но это даже не на рожки. Это вот эти рожки, это были пасынки. То есть очень сильно жировал. Но в прошлом году я уже применила к нему калий. Я ему помогла. Вызрел он. Хороший дает в этом году урожай. И, кстати, вот здесь вот зеленые лозы. А вот там далеко, если посмотреть, может быть, на камеру не совсем хорошо видно, но цвет уже немножко начинает меняться. То есть процесс уже начинает идти. Вот мускат блал рядышком. И вот у него, если посмотреть на цвет лоз, немножечко вот они пошли желтеть. Да, процесс пошел. Вот это у нас сидит Юпитер. Ну, Юпитера пока до вызревания лоз далеко. Видите, тут куча пасынков. Я их специально не убираю, потому что рост такой очень хороший, очень большой. Тут вот еще он был бит. Поэтому пошло несколько побегов. Но он пока без урожая. И ему просто нужно помочь. Помогать кустам без урожая в вызревании лоз, это абсолютно нормально. Вот здесь, кстати, маленькая зилга. И я думала вам показать как раз-таки, как вот идет вызревание у плодоносящего куста и неплодоносящего. Но если посмотреть, то вот там тоже процессы вызревания начались. Два побежика, такие вот уже хорошо вызревшие. На пару почек, да, а другие видно в процессе. И, конечно, с одной стороны, это объясняется и сортовой особенностью, с другой стороны, видите, он немножко угнетен другими кустами в плане питания. Его конкретно не поливают. Ну, поэтому он уже готовится к зиме. А вот здесь молодой кустик соляриса. Ну, вот это понятно. Да, у лоза прошлого года тут тоже подсажен к большунам, поэтому в несколько угнетенном состоянии. Ну, процесс пошел. То есть оно уже видно. Лоза не совсем зеленая, она такая желтоватая. С учетом 15 августа на календаре. У него, в принципе, даже без какой-либо помощи есть шансы вызреть. Ну, то лепсное тоже хорошо видно. Пошло в желтенький. Ландо нуар, который очень сильно облюбовали осы. Ну, вы видите, и нагрузка небольшая. Чуть-чуть лоза начинаются, процессы. Аркадия, ну, вот если крайнюю, то лозу посмотреть, тут по чуть-чуть процессы начинают идти. Вот даже специально сравню с соседней. Вот эта еще совсем зелененькая. Тоже такая чуть-чуть что-то начинается. Ну, у Аркадии, даже если лоза и не вызрит, например, на всю длину и на много длину, Аркадию вполне можно резать на рожки. Видите, вот в прошлом году. Ну, хотя лоза вызрела, но это был наш эксперимент. Ее порезали на рожки. И вот имеем здесь такие гроздочки. Вот с другой стороны, если посмотреть, ну, тоже не все лозы, конечно. Ну, у некоторых какие-то процессы медленно начинают идти. Ну, тоже видно, да? Рожки мы резали. Конечно, я показала не все сорта, если бы мы смотрели все, это было бы очень долго. Ну, по крайней мере, какая-то общая картинка у вас нарисовалась. Там, где процессы вызревания уже вот очень-очень явно видны, конечно, можно уже ничего не делать. По молодежи я еще буду проходить с акалием. Ну, по некоторым плодоносящим сортам, я думаю, что еще разочек можно пройтись. Есть молодежь, которая вот на второй год плодоносит. Им немножко надо помочь, потому что и так для них такой сложный момент. Но я вам показываю вот эти индикаторы на листьях, когда растение само говорит о том, что у него недостаток каких-то элементов. И, конечно, надо к нему прислушиваться. И напомню, что на процессы вызревания влияет несколько факторов. И рассматривать их надо все вместе. Поэтому, если у вас есть с каким-то сортом проблемы, проанализируйте все, посмотрите все. Вплоть до того, что весной, например, если у вас что-то подмерзает, или зимой что-то подмерзает, и растение начинает расти не с основной почки, а с запасной, то есть с вызреванием лозы, у него тоже могут быть проблемы, тоже будут задержки. Поэтому обращайте внимание на все и работайте с целым комплексом факторов. И еще в комментариях под прошлым роликом про вызревание виноградной лозы вы спрашивали, за сколько крайний срок можно обрабатывать до съема урожая. Ну, на самом деле, можно и за пару дней. Потому что мы работаем по листу, не по ягоде. Ягоду нам обрабатывать не надо. Мы работаем по листу раз, ну, а вторую ягоду сняли, помыли. Если на нее что-то попало, ополоснули, и ничего страшного. То есть эти микроэлементы, они для нас абсолютно безвредны, разумеется, в разумных дозах. Ну, конечно, можно обработать, например, и за неделю-полторы. Время нам еще позволяет, несмотря на то, что кое-что у меня уже можно кушать, я вам это показывала, но до основного съема урожая, я думаю, что у меня еще недельки-две приблизительно соответственно. Сейчас я еще могу смело поработать калием там, где это необходимо. И сделать это лучше заранее, потому что эти обработки, эти подкормки калийно-фосфорные, они не имеют мгновенный эффект. Тоже нужно время этим элементам усвоиться. И сделать это лучше сегодня, а не ждать до последнего. Поэтому вы можете пройтись по вашим виноградникам, если вы еще ничего не делали, посмотрите, в каком состоянии лузы. И при необходимости немножечко им помогите. Ну и я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку еще. Будет ссылка на каталог наших сортов и награды и мои контакты. До новых встреч!